В прошлый вторник на Россию стал вещать русскоязычный телеканал под скучным названием «Настоящее время». Это совместный продукт двух команд «Вражья голосов», как раньше их называли, «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Затея и бюджет ещё с обамовских времён. По большому счёту, как говорится, отмывание бабок под предлогом борьбы с русской пропагандой. Удостовериться в этом может каждый. Просто наберите в Яндексе «Настоящее время», «Телеканал», «Смотреть онлайн». Можете считать это рекламой. И для любопытства посмотрите хотя бы минуты три. Второй раз не потянет. Сразу всё и поймёте. Ни уму, ни сердцу. Мухи дохнут. Скучная история. И главное, ничего человеческого. И когда смотришь, полное чувство, что мы им там не нужны. Вещают не отсюда. Как и раньше, из-за бугра. И делают вид, что лучше знают, что здесь надо. 24 часа, 7 дней в неделю. Пустое дело. Ещё недавно нам говорили, что, мол, телевидение – отстой, зомбоящик. Всё решит интернет. Теперь сами пришли в телек. Что-то изменилось. Хотя и в интернете, и за границей против России тоже активно работают. Так называемые оппозиционные блогеры. Каспаров, Иларионов, Пархоменко, Алексашенко, Гессен и Ребединский сидят в США. В Лондоне обретаются Ходорковский, Чичваркин и Гуриев. На Украине Илья Пономарёв, Мария Гайдар, Гонопольский и Женя Киселёв. В Прибалтике Илья Красильчик и Артемий Троицкий. Рустем Адагамов в той же Праге. Альфред Кох в Германии. Мальгин в Италии. Бравая команда, насыщающая ненавистью к России русский интернет. Учит, как жить. Сами там. Хоть и в разных странах, но все в общей узкой норке. Их продукт, отправляемый в русскую сеть, – чёрные катышки. Впрочем, вернёмся к забугорному телеканалу. Это Апгрейд. Из Праги. Дарья Пушкова. В настоящее время собрало лучших журналистов из русскоговорящего мира, чтобы представить свежую альтернативу средствам массовой информации, контролируемым Кремлём. Проект «Настоящее время» был запущен администрацией Обамы более двух лет назад. Тестовое вещание началось ещё в прошлом году, а 7 февраля этого года телеканал для русскоязычных зрителей, созданный на базе «Радио Свобода и Голоса Америки», официально представили публики. В Атлантическом совете в Душингтоне. Настоящие новости, настоящие люди, настоящее время. Проект финансируется Конгрессом США через правительственное агентство по иновещанию BBG, действующее ещё со времён Холодной войны. В бюджет организации на этот год заложено 777 миллионов долларов. Из них 22 миллиона пойдут как раз на настоящее время. Нас смотрит Украина, Грузия, Латвия, Литва, Молдова. Всё о главных событиях дня. Это «Настоящее время». Я Кристина Суворина. Здравствуйте. Деньги выделены, сайт работает, программы монтируются. И согласно рекламному ролику, лучшие журналисты русскоговорящего мира, о многих из которых мало кто слышал, уже вовсю поставляют информацию под нужным углом. Все эти «Раша Тудей» спутники атакуют мою страну, атакуют Евросоюз. И теперь создан новый русскоязычный канал, чтобы противостоять русской пропаганде. Вещание телеканала осуществляется из Вашингтона и Праги. Вот она, штаб-квартира «Радио Свобода», откуда теперь ещё ведёт вещание новый телеканал. Охраняется получше некоторых посольств США. Тройной периметр охраны, высокий забор, пуленепробиваемые стёкла, система защиты от газовой атаки и автономное электроснабжение. Ну и, конечно, камеры наблюдения не только снаружи, но и внутри. Мы попытались договориться об интервью и съёмках внутри самого засекреченного в мире журналистского бункера. Но нам вежливо отказали, сославшись на крайнюю занятость. Построенное по военному образцу здание обладает несколькими подземными уровнями, где хранятся засекреченные архивы. Лифты без кнопок. Сотрудники попадают только на свой этаж с помощью электронного пропуска. При необходимости тяжёлые металлические двери блокируются, превращая здание в бункер. Ну и атрибутика соответствующая. Я помню, висел прямо напротив моего стола огромное фотоизображение танка с портретом Путина, закреплённым где-то на броне. По-моему, этот танк вкатился то ли в Цхинвал, то ли куда-то в Южной Осетии. Ну и какие-то такие вещи висят и в других службах, чтобы напоминать о том, что враг, вот он, так сказать, перед глазами. Андрей Бобицкий работал на Радио Свободы с 89-го года, вплоть до того момента, как поддержал позицию Путина по Крыму, за что тут же лишился должности. А потом я привёз из Донбасса, я привёз кадры о эксгумации тел расстрелянных бойцами батальона Айдара нацистского. Вот, и всё, это уже послужило, так сказать, причиной увольнения. После скандала, который закатила украинская служба, такой, значит, коллективный нацист. Впрочем, новый телеканал Бобицкого не впечатлил ни по форме, ни по содержанию. Не верю я в то, что и на такой идеологической платформе, да, ну, крайне враждебной по отношению к России, может быть, выстроено какое-то увлекательное, понятное, интересное обещание. Если бы это была какая-то попытка, какое-то приглашение к диалогу, я послушаю это, интересно, посмотрю. А тут просто, так сказать, ушаться по-моему, тебя надели на голову. Карен Агамиров, один из ветеранов свободы, стоял у истоков московского бюро. Уволился сам, когда понял, что журналистики там, где он работает, не осталось. Ты должен не анализировать объективно то, что происходит в нашей стране, там, в России, да, а просто лепить вот это вот, что коррупция, Путин такой-сякой. Всё, больше от тебя ничего не требуется. В коллективе ужасные отношения, откровенное стукачество началось. Письма американскому начальству. Одной из жертв такого стукачества стал Мурат Рахимов. Его пригласили в Прагу ещё в 2003-м критиковать политику президента Супар Мурата Ниязова. В эфир мы должны были давать то, что по стандарту положено, что Америка несёт демократию, Америка во всём права, то, что ведётся во внешней политике. И мы так и говорили. А потом, после 10 лет работы, его уволили за откровенные разговоры с коллегами. Основанием увольнения было то, что мои взгляды на стандарты журналистики и вообще политические взгляды не совпали, не соответствовали требованиям наших американских менеджеров, руководства. Лев Ройтман, советский диссидент и юрист, проработал на радиостанции более 30 лет и вышел на пенсию, но теперь борется за права таких вот уволенных со свободы. Несмотря на своё американское гражданство и веру в США, свободу он называет не иначе, как пражская Гуантанамо, за бесправие сотрудников организации. Эта радиостанция должна быть правдива в том, что она говорит о самой себе. Она говорит о самой себе, начиная со лжи. Она говорит, что она является независимой частной радиостанцией. А дальше я делаю паузу, финансируемой Конгрессом Соединённых Штатов. Это тот бред, который вешают как лапшу на уши слушателям. Тут речь идёт о том, чтобы создать ощущение конфронтации. Это попытка второй раз вступить в ту же реку и вернуться к холодной войне. На настоящем времени, похоже, всё работает по старым лекалам «Радио Свободы». Здравствуйте, я Тимур Олевский. Но у тех, кто сейчас начинает, всё ещё впереди. Так Украина уже выступила с предложением Госдепу перенести штаб-квартиру «Радио Свободы» из Праги в Киев. Пока американские кураторы молчат, но кто знает, куда заведёт настоящее время путь свободы. Дарья Пушкова, Александр Антонов, Никита Фомкин, Денис Лисицын и Инна Кошкина. Вести недели. Прага.